Привет всем! В этом видео хочу показать, как я делал каркас для потолка Armstrong. Итак, начинаем. Есть несколько комнат, в которых я буду монтировать Armstrong. Начинаю с этой комнаты. Стены здесь в плитке, что немножко усложняет работу. Сначала замеряю комнату по углах. Очень удобно замеры делать лазерной рулеткой. Комната оказалась перпендикулярно ровной. За дизайнерским проектом вот как выглядит будущий потолок. Лазерным уровнем делаю контур на стены, по периметру. При стенном профиле делаю отверстие под юбеля. Сверлю со стороны, которая ложится на стену, чтобы не было заусенец. Делаю отверстие сверлом по плитке. И перфоратором пробиваю отверстие в стене. Забиваю дюбель. Как из пластиковой бутылки из-под грунта, сделать удобный органайзер под юбеля. Пристенный профиль установлен. Вот что случилось со сверлами. Не покупайте дешевые. Хорошо, что были запасные. Отмеряю на стенах центра. От них буду отталкиваться. Сейчас я покажу, как соединяются профиля между собой. Сначала устанавливаю профиль с одной стороны, потом устанавливаю профиль с другой стороны. Вы услышите щелчок при соединении. Если необходимо демонтировать эти профиля, то потребуется небольшая отвертка, которыми подгибаем с одной стороны, подгибаем с другой стороны и рассоединяем. По центру комнаты устанавливаю несущий профиль. И от него через 1200 мм устанавливаю другой несущий профиль. После устанавливаю профиль длиной 1200 мм. Между ними устанавливаю профиля по 600 мм. Вот такой каркас у меня получился. Остается позакладывать плиты. В следующей комнате у меня оказался нежданчик. Вентиляционный канал, который надо закрыть потолком. Сначала устанавливаю пристенный профиль по основному периметру. Затем дебилю нижний контур пристенного профиля. С помощью лазерной рулетки замеряю расстояние. И вырезаю с несущего профиля нужный размер. Вот такое расстояние у меня получилось между нижним и верхним уровнем. Креплю крестьянный профиль. С противоположной стороны делаю то же самое. С профиля 1200 мм отрезаю кусок и монтирую между несущим и пристенным профилями. Затем устанавливаю профиля по 600 мм. подрезаю профиль 600 мм. и устанавливаю между несущими профилями. вот такая нехитрая конструкция у меня получилась. Хочу показать еще как ложится плита на потолок. короткие профиля я не крепил, плита их прижимает. металлический крючок и стержень с ушком соединяются между собой пружинной пластиной. как собрать подвес с помощью плоскогубца. потому что пальцем сжимать пружинную пластину очень тяжело. металлический крючок. подвес выглядит под потолком. в первую очередь подвес соединяется с несущим профилем на расстоянии через 1200 мм. и в шахматном порядке еще соединяется с профилем 1200 мм. с помощью плоскогубцев регулирую высоту подвеса. вот такой холл совсем с разным направлением стен. по проекту я отталкиваюсь от правой стороны. постепенно продлеваю несущие профиля. между ними монтирую остальные. по проекту я отталкиваюсь от 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 по проекту. на профиле 1200 мм прорезь повторяется через 300 мм. на профиле с 600 мм прорези совсем нет. вот такой я бы сказал сложный монтаж каркаса под потолок амстрон я закончил. плиты буду закладывать позже. если интересно пишите в комментариях и я покажу как я залаживал плиты. подписывайтесь на канал ставьте лайки. есть еще много интересной работы. всем удачи до новых встреч. удачи до новых встреч.